Всем здравствуйте! Пару дней назад известный фигурист Роман Костомаров впервые за долгое время вышел на связь с поклонниками. Спортсмен 4 месяца боролся за жизнь в стенах клиники Коммунарка, пережил ампутацию ступней и одной кисти. В своем обращении к неравнодушным людям Роман Костомаров поблагодарил близких, друзей и поклонников, которые переживали и молились о его выздоровлении. Также Костомаров отдельно выразил признательность врачам, которые вытащили его с того света. Теперь Роману предстоит сложная и долгая реабилитация. Знаменитости надо научиться передвигаться с помощью протезов. Друг и коллега спортсмена Илья Авербух смотрит в будущее с оптимизмом, ведь есть примеры, когда люди с протезированием возвращались на лед. Илья уже готов задействовать Романа в своих постановках. Вот только сам фигурист сейчас вряд ли заглядывает так далеко вперед. На записи, которую Костомаров сделал в больнице, он выглядит слабым и потерянным. По словам психолога Александра Миллер, спортсмен переживает сильнейший стресс и внутреннюю трансформацию, ведь судьба не оставила ему выбора. Когда жизнь круто меняется, происходит переоценка ориентиров и взглядов. Меняется отношение к людям, отметила психолог. Пустой, потухший взгляд Романа Костомарова, говорит эксперт, на данном этапе это нормально. Стоило тревожиться, если все было бы наоборот. В своем ролике, отмечает специалист, Роман зашифровал послание. На толстовке фигуриста можно заметить надпись, без комментариев. Это можно расценить, как просьба оставить его в покое, хотя бы на время. По словам Александры, фигурист не сдался, он и далее будет сохранять стойкость. Не стоит ждать от Костомарова слез и нытья, отметил эксперт. Будем надеяться, что совсем скоро Роман запишет обращение к поклонникам с более воодушевленным настроем. Рома, держись. А у нас на этом все. Спасибо, что остаетесь с нами. Берегите себя и своих близких. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока.